Воскресенье 8 сентября состоялись дополнительные выборы депутата Думы Дальнегорского округа по одномандатному избирательному округу номер 9, назначенной в связи с тем, что предыдущий депутат Валерий Иванов сложил полномочия в пользу муниципальной службы. На его место претендовали пятеро кандидатов – Юлия Ильинова, выдвинутая политической партией «Единая Россия», Алексей Масленников из ЛДПР и трое самовыдвиженцев – Александр Лесков, Руслан Красовский и Денис Янов. На участке 1709 избирателей. Проголосовали менее 300 человек. Победу одержала Юлия Ильинова – 141 голос. 82 набрал Александр Лесков, у Руслана Красовского – 42, у Дениса Янова – 21. За Алексея Масленникова проголосовали пять избирателей. Таким образом, в Думе Дальнегорского округа вновь 20 депутатов. Немногим ранее свои полномочия сложила Евгения Чудная, представлявшая село Каменку и деревни Лидовка и Мономахова. Как и Валерий Иванов, она предпочла муниципальную службу, заняв долгие годы вакантную должность начальника Каменского территориального отдела. На ее место депутата будут избирать только через год, в единый день голосования. Долго ли проработают думцы в таком составе – неизвестно. По неофициальной информации, у двоих народных избранников выявлены ошибки в сведениях о доходах. И если их нарушения будут признаны серьезными, им придется сложить полномочия. Тогда практически год представительный орган власти будет работать в усеченном составе из 18 человек. Напомним, что теперь выборы разных уровней по всей стране проходят в единый день голосования. Со вчерашнего дня в сеть начали просачиваться довольно скандальные видео с избирательных участков. Например, канал Ньюсбокс опубликовал инцидент, произошедший в Уссурийске. Председатель избирательной комиссии одного из участков единолично пересчитал о бюллетене, не предоставив возможности наблюдателям убедиться в достоверности подсчета. Мы не видели и мы не слышали, сколько где. Вы одна посчитали, вы не дали нам даже посмотреть. Что вы орете? Просто унесла все бюллетени заполненные. Не дает нам посчитать. Вы должны посчитать и пересмотреть. Вы нарушаете тут все законы. Все я имею право снимать. Посчитала сама бюллетени, хотела с ними уйти. Мы даже не знали, сколько, где, в какой пачке, в какой стопке. Все было при сотрудниках полиции. Отметим, что среди всех избирательных процессов, проходящих в Приморье, выборы депутатов Думы Уссурийского городского округа представляют особый интерес. Потому что фактически на кону стоят не только депутатские мандаты, но и кресла главы города. Дума предыдущего созыва выбирать мэра отказалась. На своем итоговом заседании парламентарии решение о назначении конкурса на должность главы округа отменили. А новый конкурс не назначили. Стало быть, все решат уже новые депутаты после избрания нового состава городской думы в сентябре 2019 года. Итак, места в Уссурийской думе распределились следующим образом. Девять – членов партии «Единая Россия», шестеро коммунистов, трое – представителей ЛДПР, один – из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и семеро – самовыдвиженцев. Еженедельное аппаратное совещание состоялось в администрации в понедельник, 9 сентября. Какие вопросы обсудили руководители организации, расскажем далее. Аппаратное совещание началось с подведения итогов выборов. Наш кандидат победил. 141 голос на Иринова Юлия Сергеевна. Второе место – Лисков, Александр Александрович, 82 голоса. Все, кто принял участие в выборах, всем огромное спасибо. На этой неделе дни рождения отмечают сразу несколько ветеранов Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников концлагерей. На Ленингорске отдел департамента труда и социального развития вместе с Советом ветеранов и администрацией готовятся к поздравлениям. Данное мероприятие проводится на протяжении длительного времени. От имени президента подходит поздравление, мы получаем, и от имени губернатора. Данный ветеран у нас узник несовершеннолетний, и в этом месяце у нас три ветерана, которые получат данные поздравления. Выботы производятся в соответствии с графиком. Все меры социальной поддержки назначаются полным объемом. Все подразделения Дальнегорского больницы приступают к вакцинации населения Дальнегорского района под гриппом. Прошу всех привиться. Вакцины получили. Выходные прошли так относительно напряженно. Вакцина была одна ДТП в районе водохранилища Арбушевского. Там была такой на пенемии. Непонятно, что случилось там. На почве бытовой там мужчина облил жидкостью горючей женщиной, которая поджегла в больницу. Ставили бы она так стабильно, там того не научится. Находится. И так все, рабочие были. То режут, то жгут, да? Это непонятно как-то. Ясно. И то есть, что у нас со специалистами? Значит, на этой неделе заступает на работу врач-терапевт. Молодой специалист. Вернулась. Верлица-нажу. Это верлица-наперапевт. К нам обратно навольнялась. Сейчас буду работать. И в плане на октябрь месяц есть договоренность с переселецами с Украины. Врач-экушер-гинеколог 33 года, а мы медсестра. Сейчас ведем переговоры для того, чтобы они приехали на территорию Дальнигорска. Поэтому, думаю, что согласие получено процентами 90. Примавтодор занимается текущей работой. Будут производить уборку дорог, тротуаров ко дню города, который состоится на следующих выходных. 25 сентября ветеринарная служба приступает к проведению массовых профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих как для человека, так и для животного. Параллельно с этими мероприятиями будут проводиться большой пласт работы. Это идентификация домашних животных. В приоритете стоит сельское хозяйство. Я веду нестабильность ситуации по африканской тюрьме с ней на территории Приморского края. В первую очередь мы будем проводить идентификацию свинопоголовья. Всех возрастов. От однодневного возраста и дальше. Бирки у нас уже вот-вот должны на этой неделе подойти. И идентификация будет платная. Население должно в этом знать, но сумма будет небольшая. Мы минимально ее снизили, насколько мы можем. Единственное, у нас, скорее всего, будет большая сложность по идентификации, скорее всего, крупнорогатого скота. Потому что очень сложно будет найти человека, который будет фиксировать. Врач практически и физически он не сможет и зафиксировать скот, и надеть вирус. А на крупнорогатый скот будет одеваться бирка на уголку. То есть потом будет создаваться большой реестр по количеству. На основании этих данных мы уже можем на них опираться при прогнозировании, при вакцинации, при протиолатических мероприятиях. Это лучше, если, не дай бог, возникнет у нас какая-то эпизотическая ситуация, такая, как африканская, что у нас семья. Как пример, да, который наиболее сейчас актуален и у всех на устах. Ну, а в основном все в рабочем жизни. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 4 случая кишечной инфекции, 1 – токсико-кишечной, 6 – вне больничной племмонии, 6 – ветряной оспы. Укусы кишечной – 3 случая. Присасывание – это территория чертегорода, 1 случай, склады ВВ и высокогорска. Укусы животных – 2 случая. Это 1 собака уличная возле почты по улице Горького и собака на базе Клокова. Энтеробиоз – 2 случая, по ОРЗ – 157 случаев, 148 детей. С 4 сентября стартовала приливочная кампания против гриппа. Я в еженедельном режиме буду вам докладывать о состоянии привычной кампании на нашей территории. Но, к сожалению, за эту неделю еще у нас она не начата. Вакцина получена. Думаем, что мы в сроки уложимся и все 100% привлекся. Подразделения пожарной экрана выезжали на тушение пожаров один раз, а один раз на ставленную без присмотра пищу на плите. И с этой недели у нас начинается проверка противопожарного водоснабжения города Долинбургская и Долинбургского городского. Будут проверяться не только гидранты, но и все водоисточники, которые мы используем для забора воды для тушения пожара. Военный комиссариат работает по плану. Ведется подготовка к осенней призывной кампании. Отготовительные работы к осенне-сеневому периоду продолжаются. Котельные, в принципе, все готовы. Работы ведутся на тепловых сетях. Несколько участков сейчас в работе по Долинбургску. Также в Краснореченске тепловая сеть демонтируется, сержантов, тканники. По водоснабжению у нас работы ведутся круглогодично. Начали асфальтировать участки, заложенные в ремонтной программе. Там у нас тысяча квадратных метров два участка уже заасфальтированы. Подрядчик у нас работал. Водоснабжение пока происходит, называется, не выключая. То есть, пока еще вода с нежданки не будет. Коммун-электросервис работает в штатном режиме. Подготовка к зиме идет по графику. В воскресенье 8 сентября завершился слет трудящейся молодежи. Участие приняли 9 команд. Победу одержал Долинбургский индустриально-технологический колледж. За ним расположились сборные выпускников школы номер 8 и села Краснореченского. На этой неделе в Краснореченском этаге отметят День лесника. Если говорить коротко, это все значимые события дня. Эфир телеканала Даль ТВ продолжит телевизионная версия творческой встречи с российским актером театра и кино Игорем Письменным. А я говорю вам до свидания. Спасибо, что вы с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok